Друзья, хочу рассказать о новом виде мошенничества, которое сейчас делают по телефону. Попалась моя родственница, и вот она мне сейчас написала, как это было. Значит, позвонили ей с банка ВТБ по телефону и сказали, что вчера оформляли кредит и нужно подтверждение. Она сказала, что нет, и позвонила в сам банк на горячую линию. Сказали, что все хорошо, потом сразу же звонит Сбербанк и говорить, что тоже оформляли кредит на нее. И для того, чтобы деньги не ушли на другой счет, нужно оформить самому кредит и погасить его сразу. Племянница позвонила на номер, с которого звонил оператор. Он был с официального сайта Сбербанка. Сказали, что была утечка данных, и поэтому мошенники оформляют сейчас кредиты, идет разбирательство с МВД. Позвонил, как бы так называемый, сотрудник МВД. Это все вот это вот идет разговор. То есть она звонит, ей отвечают. То есть это целая схема. Позвонил сотрудник МВД и рассказал то же самое, что и оператор. Сказал, что никому ничего нельзя рассказывать, так как идет расследование. Они постоянно на телефоне, постоянно ей звонят, звонят, звонят. Все рассказывает, все так подобно звучит. Под руководством оператора она оформляет кредит. Ему ничего не говорит. Сама все делает. И от этого появляется доверие. Но наперед не рассказывают план действий. Говорят, что все счета заблокированы. И для того, чтобы покрыть кредит, нужно открыть счет. Сама открываешь, на вас скидываются документы, подтверждающие это. Устанавливаешь приложение Мирпэй и вводишь под диктовку данные твоей новой карты. Идешь к банкомату сама или же едешь, они такси вызывают. Снимаешь деньги со своей карты. И кладешь через приложение Мирпэй на ту карту. Еще потом говорят, что для того, чтобы обновился в приложении Сбербанка статус о кредите, нужно переустановить приложение. То есть вот такая длинная схема, но ты делаешь все сам, и поэтому, конечно, ты доверяешь, веришь и попадаешь. Хорошо, сумма была небольшая, потому что она как бы в декрете, и всего лишь 150 тысяч, но это мог быть и миллион, понимаете.